Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Amarket, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Telegram канал Amarket с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы постим дополнительный аналитический контент вам в помощь. Ну что ж, текущая торговая сессия. На повестке экономического календаря практически нету никаких стоящих релизов, ну разве что первичные заявки на пособие по безработице в 13.30 по GMT. И фактически сегодня у нас есть возможность отдохнуть перед выходом данных по Non-Farm Perils, которые запланированы на завтра. И вот это будет уже очень интересное завершение недели, потому что это еще один отчет, который сможет уточнить перспективы американской денежно-кредитной политики после того, что было ранее сказано председателем Федрезерва Джеромом Павлом в Конгрессе, то есть перед Сенатом и Палатой представителей, поскольку мы следили за речью самого влиятельного монетарного чиновника мира на протяжении двух недель подряд. Текущие котировки по индексу доллара 105.58. Американская валюта на текущем этапе стабильна, но мы видим то, что покупатели сохраняют инициативу и готовы при появлении дополнительных катализаторов уйти на новые максимумы. Как я только что отметил, этим катализатором вполне могут стать завтрашние данные по американскому рынку труда. Напомню, что Паул удивил многих, поскольку он фактически признал необходимость, целесообразность дальнейшего, более агрессивного ужесточения монетарной политики, в том числе и повышение ключевой процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов. Мы давно закладывались под такой сценарий, но сейчас это уже подтверждено и самим главой американского регулятора, поэтому не нужно уже искать какие-то дополнительные сценарии, нужно просто признать тот факт, что текущие условия таковы, что они требуют более агрессивной, проактивной позиции со стороны американского регулятора. Что еще было интересного? Паул также отметил, что самой, наверное, большой головной болью для Федрезерва является рост базовой инфляции, который остается на существенно более высоких уровнях, чем прогнозировали представители Федрезерва на текущем этапе прямо сейчас с учетом тех решений по росту процентной ставки, которые принимались ранее. И может быть, нахождение базовой инфляции на текущих высоких значениях и выступило главной мотивацией для регулятора, чтобы не тормозить с жесткой монетарной политикой. Паул также отметил, что не стоит торопиться с спекуляциями на тему досрочного завершения программы количественного, точнее завершения текущего цикла ужесточения монетарной политики, потому что, как уже было отмечено, текущие экономические реалии таковы, что ставку нужно повышать дальше, и пиковые значения процентной ставки могут оказаться существенно выше, чем прогнозировали эксперты ранее. Если мы посмотрим на инструмент FedWatch, который, в принципе, подсвечивает нам горизонт повышения процентной ставки, то на ближайших трех заседаниях ставку могут повысить даже на 100 базисных пунктов. Друзья, это как раз в расчете на то, что в марте, через фактически две недели, ставка будет увеличена на 50 базисных пунктов, потом в мае и в июне ее поднимут еще в совокупности на 50 базисных пунктов. И таким образом, с текущего уровня 4,75% она вырастет до 5,75%. И можно будет сделать вывод о том, что как правы были эксперты City Bank of America, которые еще за месяц до этого прогнозировали, что ключевая ставка американского регулятора может достичь 6%. Главным катализатором того, что ставка будет стремиться к более высоким уровням, является текущая ситуация на рынке облигаций. Десятилетние трежерис котируются в районе 4%, двухлетние облигации превысили 5%, это максимум 2007 года. На всем вот этом многообразии фундаментальной поддержки доллар сохранит свою силу. И в свете еще вчерашнего отчета EDP по рынку труда, который мы, как правило, анализируем как предваряющие официальные данные по Non-Farm Perils, 242 тысячи новых рабочих мест был создан в американской экономике в прошлом месяце, против прогноза 200 тысяч. И я почти не сомневаюсь, друзья, то, что Non-Farm тоже не разочарует, и мы видим цифры где-то порядка 200 тысяч, 200 с небольшим. И этого будет достаточно, чтобы еще больше повысить вероятность того, чтобы в марте американский регулятор поднял процентную ставку на 50 базисных пунктов. Поэтому сохраняем длинные позиции по индукции доллара и ждем движения этого актива выше 106 пунктов. Золото 1813 долларов за тройскую унцию. Здесь можно посмотреть сегодня только лишь на рыночный сантимент, индекс рыночных настроений. 73% трейдеров сейчас делают ставку на то, что золото будет расти. И тотальное меньшинство 27% за то, что золото будет снижаться. Я ранее уже много раз говорил, что если вы хотите торговать в плюс, нужно, конечно же, быть не на стороне толпы, а на стороне меньшинства. Поэтому надеюсь, друзья, то, что вы сохраняете короткие позиции и вместе со мной ждете теста поддержки 1800 долларов за тройскую унцию. Биткоин 21700 долларов. Сейчас мы ожидали, что Silvergate, криптобанк неизбежно объявит банкротство. Ну, немножко зауалированная формулировка, то, что свернул операции, ликвидировал банк. Ну, мне кажется, то же самое. Еще одна компания, которая столкнулась с серьезными последствиями ряда инцидентов, форс-мажоров в криптовалютном пространстве в прошлом году, не справилась с финансовыми обязательствами и, соответственно, ушла с мировой арены. Тех компании, которые еще остаются в этом секторе. И, на мой взгляд, именно распад Silvergate это еще один серьезный удар по доверию ко всей криптовалютной индустрии. Вкупе с монетарными факторами. Ранее мы допускали, что развитие медвежьего сценария это основной сценарий. Сейчас этот прогноз оправдывается и мы ждем, соответственно, движение биткоина ниже 20000. Австралиец против доллара 0,66,07. Цель 0,65. Филипп Лоу, глава Резервного банка Австралии, подтвердил накануне, что, скорее всего, теперь Резервный банк Австралии возьмет паузу и не станет 11 раз подряд повышать ключевую процентную ставку, потому что на текущем этапе целесообразно оценить последствия уже ранее принятых решений. Я думаю, что правильная позиция, потому что все-таки инфляция в Австралии резко пошла на спад. И можно действительно понаблюдать за развитием событий со страны. Доллар канадец 1,38,03. Мы рассчитывали на вчерашнее решение Банка Канады по процентной ставке, что ее не изменят. И проводили параллель с реакцией канадца, с той реакцией, которой показал австралийский доллар на решение Резервного банка Австралии по процентной ставке. Эти параллели были оправлены, потому что, в принципе, мы увидели вчера точно такое же давление и на канадские доллары, поскольку мы знаем, что и канадский регулятор теперь, скорее всего, тоже возьмет паузу. Я думаю, что пара USDCAD, доллар канадец, нацелится на тест сопротивления 1,40. Европейская валюта 1,0550. Ждем пробоя поддержки 1,05. Вчерашний блок данных по ОВП и роничным продажам – это еще два отчета в копилку общего фундаментального негатива, который мы продолжаем копить. И он, конечно же, будет теснить позиции евро вместе с укреплением позиций доллара. И британская валюта 1,1852. Ранее я комментировал, что для себя приняло решение уже выйти из этого инструмента, потому что распродажи и так были значительные. Мы на этом неплохо заработали, потому что за считанные дни пара фунт-доллара потеряла несколько фигур. Но если вы еще сидите в этих коротких позициях, знайте, что фундаментальный фон на вашей стороне. Потому что член правления Банка Англии Кэтрин Манн подтвердила, что инфляция в Англии, скорее всего, превысит 12% в ближайшие месяцы. Банк Англии будет реагировать на это, но уже не так активно, как раньше. И сейчас есть на рынке такое позиционирование, что если Федрезерв повысить ставку там ожидается на 100 базисных пунктов на ближайших трех заседаниях, и Европейский Центральный Банк тоже в совокупности на 100 базисных пунктов, то Банк Англии может позволить себе с учетом высокой инфляции и того, что повышение ставки ухудшает условия кредитования и бьет по рынку недвижимости, сможет позволить себе только одно повышение ставки на 25 базисных пунктов. И это будет делать фунт аутсайдером. Поэтому позиционно среднедолгосрочный фунт может обновить новые локальные минимумы. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!